24-го просто день, будем говорить, что траура. Все приходят, все, кто служил в 16-й бригаде, все приходят в этот день помянуть их, вспомнить. В ночь на 24 января батальон спецназначения вернулся в расположение в здании бывшей школы на окраине Грозного. Командир-подполковник Евгений Сергеев собрал офицеров на совещание и ненадолго вышел из здания на улицу. В этот момент прогремел страшный взрыв. Непонятно на самом деле, как что произошло. Но факт в том, что полностью корпус был уничтожен, где там люди находились. Я был, когда там обломки уже все там, мы всех вытаскивали, доставали там. Все было, конечно, плачевно. Под обломками рухнувшей части здания погибли почти все, кто тогда там находился. Сам командир выжил. Уже посмертно Евгению Сергееву присудили звание Героя России за боевые действия, как командира еще в Афганистане. А по мотивам его боевых заслуг снят фильм «Охотники за караванами». Очень мужественный, очень жесткий, очень справедливый. Не боялся сказать правду в лицо. За это, может быть, где-то кто-то его не любил. Но я думаю, вот те бойцы, кто здесь, они все его, к нему все хорошо относились и все его уважали. Выдвигались самые различные версии произошедшего в ту ночь на 24 января. Многие склонялись к тому, что школу заранее заминировали и взорвали чеченские боевики. Однако комбат был профессионалом по разведывательной деятельности с богатым опытом войны в Афганистане. И прежде чем разместить свой батальон в здании школы, он лично ее тщательно осмотрел. В случае минирования рухнуло бы все здание. В ту ночь обрушилась лишь та часть, где располагались спецназовцы. Выдвигалась и версия, что в здании школы угодил шальной снаряд. Таких случаев в первую чеченскую кампанию было немало. Один командир роты здесь лежит. Виталий Лаптев. Второй командир роты Андрей Чуньков. Третий командир роты. Я остался жив. В это время было выполнение боевой задачи. Поэтому Господь меня сохранил. Спецназовцев хоронили в разных местах России. Сегодня на Сысоевском кладбище в Рязани покоятся тела пятерых солдат и офицеров, погибших в ту руковую ночь. Прошло 22 года. Но о той трагедии не прочитайте ни в интернете, ни увидите документальных фильмов. В этот день вспомнить погибших и к могилам приходят только близкие и сослуживцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова